Мошенники с каждым днем усовершенствуют навыки в своих махинациях. Результат всегда один – страдают жители, которые попадаются на уловки обманщиков. В Славянске-на-Кубани зарегистрировано большое количество случаев незаконной замены индивидуальных приборов учета электрической энергии. Подробнее об этом в нашей съемочной группе рассказал директор филиала НЭСК-Электросети Славянска-на-Кубани Александр Скляров. Филиал НЭСК-Электросети Славянска-на-Кубани – один из 20 филиалов, которые обслуживают города Кубани. Помимо нашего города, филиал предоставляет свои услуги хутору Ханьков и хутору Урма Славянского района. Электросетевая компания является одной из самых надежных. У нас в филиале достаточно большое хозяйство. Если там как бы взять по меркам Краснодарского края, мы входим в первую пятерку из всех филиалов по численности, по количеству оборудования. Не так давно в нашем городе начали орудовать мошенники. Они обходят квартиры и частные дома, консультируют жителей о замене прибора учета электрической энергии, а также предлагают свои услуги по замене счетчика за деньги. Злоумышленники выдают себя как за представителей филиала НЭСК-Электросети, а также показывают поддельные документы, подтверждающие ложный факт. К нам в город заехала организация, которая представлялась под флагом НЭСК-Электросети по замене учетов. Ими была произведена работа по замене учетов, то есть без согласования с нами, без разрешения, без снятия показаний. И, грубо говоря, к чему это приводит? Это привело к тому, что люди на сегодняшний день поменяли эти учеты, как бы их ввели в заблуждение. И сейчас будет рассматриваться вопрос о привлечении данных потребителей к законодательной базе. Предусмотрено о том, что такое понятие – это безучетное потребление электрической энергии и самовольная замена учета. Представители акционерного общества НЭСК, как поставщики, неуполномочены совершать поквартирные обходы граждан-потребителей с целью вынуждать их производить замену установленного прибора учета, пояснил Александр Николаевич. Организация обследует индивидуальные приборы учета только при наличии обращения от потребителя. «Хотел бы предупредить население нашего города о том, что если вдруг к вам обратился кто-то домой, позвонил вам в дверь, представился, говорит, что я с энергоконтроля, либо еще с какой-то другой организацией, вот по замене учета. У меня убедительная просьба. В первую очередь, вы должны попросить удостоверение этого человека. Вот мои сотрудники нашего филиала, значит, они все этими удостоверениями снабжены, скажем так. Если человек не может вам предоставить, ну, первое, то, что, скажем так, это понятно, что этот человек, у него какие-то корыстные цели. Вот второй момент, даже если вдруг он предоставил удостоверение, и у вас, как бы, опять возникает сомнение, город у нас, на самом деле, небольшой, как бы, у нас работает оперативно-диспетчерская служба, есть контакты, в конце концов, можно приехать в филиал. Мы всегда ответим, наш этот человек не наш, и вдруг даже если, предположим, опять у вас какие-то возникли сомнения, значит, мы готовы выехать на место и посмотреть, все ли там правильно сделано было, либо, может быть, неправильно. То есть я, что хочу этим сказать? Хочу сказать о том, чтобы наше население в этом плане было более внимательным. Основные жертвы мошенников – это пожилые люди. Позволив злоумышленникам заменить прибор учёта электроэнергии, жители нарушают закон. Согласно законодательству Российской Федерации, прибор учёта электрической энергии выводится из расчётов на основании предписания, выданного акционерным обществом НЭСК. Нарушение гражданами-потребителями, с которыми заключены договоры электроснабжения с акционерным обществом НЭСК, установленного законом порядка вывода старого прибора учёта и допуска нового, приводит к составлению актов о неучтённом потреблении электроэнергии и, как следствие, к штрафным санкциям. Произведённая замена приборов учёта без выдачи предписания и установки пломбы акционерного общества НЭСК считается грубым нарушением законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики. Филиал НЭСК-электросети ещё раз призывает жителей быть внимательней для получения консультации о порядке и услугах, оказываемых акционерным обществом НЭСК, можно обращаться по телефону 2-51-42, 2-11-61 или 2-12-72. Тина Копачевская, Александр Косицын, Программа События.